Всем привет, с вами MegaObzor.com. Не так давно вышел обзор материнской платы Gigabyte Aorus Z590 Pro AX. С 11-м поколением процессоров Intel мы тестировали, и тогда на тестовом стенде у нас была оперативная память Gigabyte Aorus RGB. Объем 16 ГБ, вообще это две планки по 8, частота 3600. Сегодня мы хотим поговорить о этой памяти отдельно. Несмотря на то, что в новых процессорах остался двухрежимный контроллер памяти, он перешел сюда из мобильного сегмента, и там есть отличия от 10-го поколения. Появилось два различных режима работы, это GER1 и GER2. В первом режиме работа контроллера и память идет на одинаковой частоте 1 к 1, а во втором режиме память работает на удвоенной частоте относительно контроллера 1 к 2. Как уверяет сама Intel, это улучшит результаты при работе на повышенных частотах, увеличилась максимально поддерживаемая частота, и в ближайшее время нас ждут новые рекорды от энтузиастов. В теории, теперь разбой памяти не будет требовать длительного поиска удачных процессоров. Снижение таймингов и общей задержки в ответности тоже мы ожидаем. Тесты Intel Core 11600K и 11700KF мы как раз проводили с этой оперативной памятью, и сегодня хотим поделиться опытом ее эксплуатации. Комплект ее включает, собственно, саму память. Сопровождаются они пожизненной гарантией. Оперативная память осуществлена металлическим радиатором со схематичным рисунком и символикой Aorus, а крашеный в темно-серый цвет. Толщина металла 2 мм, но обеспечивает эффективный отвод тепла от чипов памяти. Максимальная высота радиаторов не превышает 4 см. Они совместимы с большинством систем воздушного охлаждения. Вдоль всей верхней части Gigabyte Aorus 16 RGB 16. Здесь установлена вставка из полупрозрачного матового пластика. Он создает эффект заполняющей подсветки вдоль всей длины. Это естественный RGB Fusion 2.0 со всеми возможностями управления, синхронизации с компонентами. Предустановлено большое количество эффектов, вы можете все это через фирменное программное обеспечение управлять. Выглядит работающая память эффектно, удачно дополняя общий внешний вид собираемой системы. Использует 10-слойная тут печатная плата, обеспечивая высокую производительность и стабильную работу на повышенных частотах. Тестирование мы проводили с процессором i5-11600K. Данные здесь будут как раз эти. Gigabyte Z590 Aorus Pro у нас материнская плата. В XMP профиль записана частота 3600 МГц. Тайминги 18, 19, 19, 39. Напряжение 1,35. Комплект включает два модуля, как я говорил, по 8 МБ каждый. Работа на этом чипсете ведется в двухканальном режиме. Запуск с заводскими частотами и тайминги требует проведения дополнительных настроек. Для начала я приведу на традиционный набор тестов. Отдельно отмечу поддержку технологии Aorus Memory Boost. Она позволяет с совместимыми платами, в которые входит как раз Z590, а вообще там есть и платы на платформе Intel и AMD. Это возможность в один клик повысить частоту с 3600 до 3700 МГц. И не нужно мне обладать никаким опытом. Ну, естественно, мы не ограничимся только поддержкой этой технологии и проводим изучение потенциала разгона памяти более детально. В нашем случае мы смогли получить без повышения таймингов, еще раз отмечу, стабильную работу на частоте 3900 МГц. Можно выйти на 4000 МГц, но эти планки требуют уже повышения дальше таймингов. Мы ограничимся 3900 МГц. Сейчас видите данные тестов. Напомню, по ссылке текста обзор, там можете посмотреть более детально скриншоты. Ну, а я для наглядности приведу сравнение. Здесь будет 3 частоты. 3900 и 1600, и эти планки мы также занизили на 3200 МГц. Чтобы было понятно разницу влияния частоты, собственно, на результаты. Я же с удовольствием обсужу с вами память оперативную Gigabyte Aorus RGB. Лайк, подписка приветствуются. Пока-пока. И, кстати, в этой линейке доступны решения от 3200 МГц до 4400. Можете подобрать в таком широком диапазоне. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok